Добрый день, коллеги! Хотелось бы в первую очередь поблагодарить оргкомитета от иркутских врачей о возможности предоставления, поделиться нашим минимальным опытом. Ну и как бы, чтобы ввести вас в доклад, хотелось бы сказать пару слов о нашем диспансере. Иркутский областной онкологический диспансер – это 987 коек, 64 коек и реанимация. Также реанимационный фонд разделен на 6 отделений, и отделение анестезиологии и реанимации номер 4, которое мы представляем, имеет в своем составе 6 коек и имеет такой апгрейд оборудованием, что мы имеем возможность осуществлять проведение всех методов экстракорпоральной гемокоррекции, кроме, наверное, альбуминового диализа. Хотелось бы сказать, что острое почечное повреждение – это является весьма актуальной проблемой современной медицины. По различным данным, частота острого почечного повреждения составляет от 140 до практически до 3000 случаев на миллион населения. Как вы сами понимаете, часть этих пациентов потом хронизируется и становится клиентами отделения хронического гемодиализа. На настоящий момент актуальность подтверждается еще и тем, что на настоящий момент существует небольшое количество международных программ, которые призваны уменьшить количество случаев острого почечного повреждения и смертность от него. Допустим, программа 0 к 25, она подразумевает уменьшение количества смертности от острого почечного повреждения к 2025 году до нуля. Хотелось бы сказать, что в онкологической службе проблема почечного повреждения также актуальна, так как нарушение функции почек часто просто приводит, ставит под угрозу само лечение основного заболевания. Ну, вы прекрасно видели и знаете этих пациентов. Острое почечное повреждение в онкологии часто ведет к невозможности проведения специфической терапии, проведению терапии редуцированными дозами, кровотечением на фоне урамии, и вообще может быть смерти на фоне урамии, гиперкалиемии и гипергидратации. Мы представляем эту диаграмму, она очень известна, вы, наверное, много раз ее видели. Эта диаграмма показывает причины острого почечного повреждения. И хочу подчеркнуть, что, допустим, постернальное повреждение составляет менее 5%. Эта диаграмма, она относится к многопрофильным стационарам, то есть к общей популяции, не онкологических пациентов. Есть определенные особенности в течение острого почечного повреждения в онкологии. Это, во-первых, существует различие определенное в структуре острого почечного повреждения у пациентов общепровильных стационаров и онкологического диспансера. И несоответствие числа выявленного почечного повреждения потребности пациентов в методах протезирования функции почек. Что к этому приводит? А к этому приводит ограничение чувствительности уровня креатинина в сыворотке крови у онкологических больных, как маркера острого почечного повреждения, с историчным снижением его продукции при белковом голодании и раковой кохексии. Такие статьи стали активно публиковаться в 2016, 2017 и 2018 году. Вот эти мысли и явное несоответствие структуры острого почечного повреждения и сложности при планировании методов почечного заместительной терапии и сподвигли нас к проведению этой работы, целью которого стал анализ структуры почечного повреждения у пациентов со злокачественными образованиями с целью оптимизировать планирование методов заместительной почечной терапии. Нами проанализированы были 187 историй, 187 историй пациентов, которые в общей сложности получили 687 процедур заместительной почечной терапии. Дизайн у нас разделился на две части, будем так говорить. В первой части мы разграничили пациентов с острым почечным повреждением, которые получали у нас методы почечно-заместительной терапии. Больные с хронической болезнью почек, их было 22, как вы видите, и пациенты, получившие заместительную почечную терапию по поводу экстраженальных причин. Во втором дизайне мы отграничили острое почечное повреждение, разделили его на три части по причинам острого почечного повреждения. То есть это ОПП проренального генеза, ОПП ренального генеза и ОПП постренального генеза. А впоследствии проследили, какие методы почечно-заместительной терапии применялись этим пациентам. Вот таким образом выглядят методы почечно-заместительной терапии у пациентов самой большой нашей группы. Получилось, что это пациенты с острым почечным повреждением постренального генеза. Их у нас было 75, и составили они 46,9%. Помните ту диаграмму, где было постренального повреждения всего менее 5%, а у нас все-таки 46,9%. Прерогативой из методов здесь стал интермитирующий гемодиализ. Видите, 103 раза, будем так говорить, 103 раза мы проводили эту методику этим пациентам. Чем характеризовались эти пациенты? Это высокий уровень креатинина, это высокий уровень мочевины, уэромическая энцефалопатия, выраженный ДВС-синдром и гипергидратация. В этой группе мы проводили сеансы интермитирующего гемодиализа со снижением креатинина до уровня 500-600 микромоль на литр. Далее выполнялась нефростомия, далее креатинин снижался до 2300 микромоль на литр, и впоследствии проводилось радикальное лечение опухолевой патологии. Вторая группа, да, это проренальный генез, таких пациентов было 61, 38,1%. Здесь уже методы почнозаместительной терапии распределились более неоднозначно, чем в первой группе. Чем характеризовались эти пациенты? Это снижение ОЦК, сердечного выброса, гипотренальный синдром, грубые водно-электридные изменения, системная вазодилетация, сепсис, олигоанурия. А методы детоксикации при сепсисе, которые мы проводили, это продленная гемофильтрация в объеме замещения 25-30 мл на килограмм в час, удаление эндотоксинов с использованием сорбционных и фильтрационных технологий. В нашей ситуации проводилось лечение системы Аксирис и низкообъемный продленный гемодиализм с использованием высокопроницаемого фильтра типа ЭМЕД-2 компании Ферзениус. И третья, последняя группа – это острое почечное повредение ренального генеза, 24 пациента, 15%. Вы видите, как распределились здесь методы почечно-заместительной терапии более равномерно. Характеристики пациентов – это опухоли и поражение почек, это тумор-лизист-синдром, токсическое поражение почек при проведении полихимиотерапии. И сюда же мы включили группу пациентов, находящихся на программном гемодиализе, которым нужно было осуществлять какое-то лечение, проведение химиотерапии, операции и так далее. Тумор-лизист-синдром – это такая трагедия, да, и по мнению Ламерея, тумор-лизист-синдром – это онкологическая чрезвычайная ситуация, вызванная высвобождением больших количеств калия, фосфата, нуклеиновых кислот в системную циркуляцию при массивном лизисе опухолевых клеток, и часто приводящую к угрожающей жизни острой почечной недостаточности, аритмиям, неврологическим осложнениям. При тумор-лизист-синдроме у нас были показаниями, были общепринятые показания для острой почечной недостаточности, то есть это высокий уровень мочевины, креатинина, калия. Также показанием являлась гиперфосфатемия, заместительную методом, заместительную почечную терапию, это была гемодиафильтрация с объемом замещения не менее 1,5 литров в час, а при нестабильной гемодинамике мы прикрывали продленной гемофильтрацией проведение химиотерапии, то есть одновременно проводилась гемофильтрация и химиотерапия одновременно. С целью коррекции детоксикации функции печени, если у нас были такие пациенты, мы применяли сеансы продленной гемофильтрации со средней продолжительностью 90-120 часов, а при выраженной гипербилюрубинамии нами применялась гемофильтрация, сочетающаясь с проведением плазмообменов. Вот на данном слайде представлена комбинированная методика, это пациент 23 года, обхоль Клацкина, выполнена гемогипотектомия, и все это осложнилось печеночной недостаточностью и сепсисом граммоотрицательным. Здесь, как вы видите, проводится, само собой есть печеночная недостаточность, здесь гипербилюрубинамия, здесь проводится сеанс гемофильтрации и сеанс плазмообмена. И вот на данном слайде представлена схема, по которой, но она общепринятая схема, честно говоря, по которой мы работаем по проведению методов почечно-заместительной терапии при введении химиопрепаратов у пациентов, болеющих хронической болезнью почек и находящихся на программном гемодиализе. Допустим, если мы работаем по платине, то есть нам необходимо инфузировать платину, то после введения платины мы должны через 30 минут-час обязательно провести сеанс гемодиализа. Да, вот на этом слайде представлены две диаграммы, то есть, получается, справа от меня представлена снова та диаграмма, которую вы видели в начале доклада, а слева это та диаграмма, которая получилась у нас в результате вот этого исследования. Но я хотел бы подчеркнуть, что это причины развития острого почечного повреждения у наших пациентов, тех, которые требуют методов почечно-заместительной терапии, то есть не всех пациентов, как справа, потому что у нас клиническая база, поэтому мы не имеем такой возможности изучить всех пациентов, поступающих в онкодиспансерах. Да, и выводы. Выводами стало то, что структура острого почечного повреждения у больных онкологического профиля, нуждающихся в заместительной почечной терапии, распределилась следующим образом. Острое почечное повреждение постренального генеза – 46,9%, прерренального генеза – 38,1% и ренального – 15%. Данное распределение обусловлено то, что среди методов заместительной почечной терапии наиболее часто применялся интермитирующий гемодиализ, это было 66%, и 32,6% пришлось на определенные методы заместительной почечной терапии. Ну, там и 1,4 приходится на остальные методики. Ну, как бы так. Спасибо за внимание. Кто бы хотел задать вопрос? Да. Это реанимационного профиля, да, то есть они у нас поступали практически сразу в реанимацию. Это первичные пациенты. Дело в том, что Иркутская область – это 3000 населения, и если я не ошибусь, она по размерам побольше, чем Франция. Вот, и поэтому вот пути, то есть у нас есть точки, которые отдалены тысяча километров, полторы тысячи километров от Иркутска. И поэтому в том числе пациенты поступали, ну, будем говорить, креатинин в пике у нас был 3600. То есть это были пациенты, ну, практически в глубоком сопоре с ДВС-синдромом. И, честно говоря, урологи боялись урумического кровотечения. То есть, если, допустим, будет повреждение, будет повреждение паренхемой почки, да, кровотечение будет сложно остановить из-за выраженной урумии. Поэтому мы в первую очередь проводили гемодиализ, стабилизировали пациента, а потом уже накладывали нефростомию. Спасибо, Миша. Можно у меня еще один вопрос? Дмитрий Ильич, подскажите, пожалуйста, может быть, я упустил, не в процентах, а в абсолютных величинах за год примерно, сколько пациентов у вас проходят необходима именно почечно-заместительная терапия, при именно причинахимиотерапевтического лечения? Причинахимиотерапевтического лечения? Около 30, наверное, пациентов. В год, да? Да. То есть мы очень плотно работаем с гематологами, и поэтому пациенты, у которых возможен тумор-лизистиндром, да, он планируется, потому что есть определенные данные и так далее. Бывают пациенты сразу переводятся к нам в реанимацию, и мы на базе реанимации проводим сеансы химиотерапии. То есть это больше терапевтический, не хирургического профиля пациента, да? То, что вы спросили, да. Там, где необходима химиотерапия, да? Понятно. То есть у вас не было такого, где химиоперфузии проводятся, вот таких наблюдений нет? Химиоперфузии нет. Мы только, по вашему примеру, начали заниматься хайпеком, а химиоперфузии не было. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. С чем это связано? И подскажите, пожалуйста, раз вы применяете именно такой вид лечения, это были стабильные пациенты? Стабильные? Да. У вас огромный просто процент применения интермитирующих методик. Да. Смысл в том, что вы видите, да, что именно наши исследования показали, что очень большое количество постренальной, то есть там, где нужно удалить низкие молекулы, да, то есть там мочевина, креатинин, калий и так далее и тому подобное. Смысла нет в проведении длительных методик, да, то есть они, ну, получается, как бы и дороже, и затратнее, когда, если я могу обычным гемодиализом на обычной машине, я имею в виду на хронической почке, стабилизировать пациента. А что за машина у вас? А? А какой тип средств для гемодиализма, ну, какие модели аппаратов вы применяете? У нас есть два аквариуса, у нас есть призмофлекс, у нас есть мультифильтрат, и, ну, вот, для интермитирующего мы чаще всего применяем диалог плюс. Дмитрий, большое спасибо. Второй вопрос. А вот как вы оцениваете показания для продлённой гемодиафильтрации? Про гемоди или гемофильтрации, ну, это нестабильные пациенты, да, само собой гемодинамически нестабильные. Это чаще всего, то есть нужна стойкая длительная иллюминация средних молекул, ну, может быть, и низких, да, допустим. То есть это пациенты чаще всего с сепсисом. Дмитрий Ильич, ещё раз такой вопрос, извините, что я перебил вас. Как вы решаете у вас вопрос антикоагулянтной терапии при проведении гемодиализа? Спектр очень широкий, да, то есть начиная от низкомолекулярных гепаринов, да, то есть если это гемодиализ, там применяется чаще всего фрагмин, потому что это самая крупная молекула, и он, ну, так я на сленге скажу, он не выскакивает в фильтрат по сравнению с фраксипарином и клексаном. Не фракционированный гепарин и возможны методики безгепариновые, да, когда просто идёт, допустим, преддилюция очень высокая и высокие скорости потока. Да, есть варианты, когда мы проводим эту методику в так называемой пред-пред-пред-пред-пред-дилюции, да, то есть на входе ставится, допустим, флакон с физраствором, инфузоматом он вводится там где-то литр в час, да, допустим. То есть мы дополнительную урологию создаём, а на аппарате мы задаём ультрафильтрацию больше на тот объём, который мы вводим до аппарата. Дмитрий Ильич, я правильно понимаю, что виды цитратного антикогулянта у вас не применяются? У меня нет опыта, у нас нет опыта. Нам надо начать вот, ну вот, ну не начать, не начать, чем еще. Большое спасибо, Дмитрий Ильич. Продолжение следует...